В недавнем выступлении на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел Владимир Владимирович Путин подчеркнул намеренное обострение Западом отношений с Москвой и игнорирование наших национальных интересов. Все большее значение в этой связи приобретает способность отвечать на гибридные вызовы, возникающие на стыке военной, экономической, научно-технологической и гуманитарной сфер. Думаю, что сегодня едва ли найдется хоть одна маломальски значимая государственная задача, которую возможно эффективно решать, не прибегая к межведомственному информационному взаимодействию. Это относится и к вопросу об обеспечении историко-культурного суверенитета. Мы регулярно сталкиваемся с попытками Запада поставить под сомнение колоссальный вклад России в формирование современного мироустройства и миропорядка. Тем самым наши оппоненты оспаривают право нашей страны на достойное место в сложившейся по итогам Второй мировой войны системе международных отношений. Эти усиления не новые. Они являются одним из элементов стратегии сдерживания, которая проводится коллективным Западом по отношению к России на протяжении веков. В наши дни американская машина пропаганды работает на всю мощь, пытаясь перекодировать историческое сознание как собственных граждан, так и граждан своих стран-сателлитов. На вооружение берутся самые избитые штампы из арсенала холодной войны, к примеру, о якобы равной ответственности Советского Союза и нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны. Нам надлежит противопоставить этой информационной агрессии серьезный научный подход и повышение уровня исторической грамотности как внутри страны, так и за ее пределами. Выполнение этой миссии, однако, не представляется возможным без разделяемых всеми участниками ценностей, общих подходов к тому знанию о прошлом, которое нам следует передать потомкам. Успешный опыт сотрудничества с другими ведомствами как по линии службы внешней разведки России, так и по линии российского исторического общества свидетельствует, что такая ценностная платформа у нас, в отличие от наших западных конкурентов, есть. Все мы прекрасно осознаем значимость патриотического воспитания молодежи, привития ей решимости в деле защиты нашего Отечества. Сегодня мы обменяемся экземплярами подписанного соглашения о сотрудничестве между Российским историческим обществом и Министерством обороны России, хотя, разумеется, на практике такое взаимодействие выстроено уже давно. Благодарен Министерству обороны и вам, уважаемый Сергей Кожугетович, лично за то, что еще в 2013 году вы поддержали инициативу российского исторического общества о создании электронной картотеки потерь России на фронтах Первой мировой войны. В результате реализации этого масштабного проекта многие семьи впервые узнали о судьбах своих предков, сражавшихся в той войне. А это значит, что Первая мировая не станет для России забытой. Столь же значимые результаты достигнуты и в ходе совместного проекта по оцифровке германских трофейных документов времен Первой и Второй мировой войны. Огромную роль в этой работе сыграл Центральный архив Министерства обороны в Подольске, в котором хранится более 80 миллионов дел, отражающих историю наших вооруженных сил с 1941 года по настоящее время. Примером того, как может быть использован этот огромный потенциал, является не имеющий аналогов в мире ресурс «Память народа», созданный Министерством обороны России. Из года в год миллионы наших граждан с надеждой обращаются в Подольский архив, чтобы получить там сведения о членах своих семей, участвовавших в Великой Отечественной войне или других более поздних вооруженных конфликтов. Сотрудники архива выполняют ответственнейшую миссию, берегут память тех, кто посвятил свою жизнь защите Родины. Особенно важно вспомнить об этом именно сейчас, в год 80-летия образования Подольского архива, и я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех причастных к этому юбилею. Уважаемые товарищи, полагаю, что наше сотрудничество может развиваться по двум основным направлениям. Во-первых, это совместный интерес для нас представляет изучение истории войн XX века, популяризация подвигов наших военнослужащих, освещение современной роли российской армии в миротворческих и контртеррористических операциях. Объединение потенциала военных и гражданских историков здесь, несомненно, будет продуктивным. Второе. Организациями, входящими в российское историческое общество, подготовлено большое количество планшетных выставок, видеороликов по так называемым трудным вопросам истории, подготовленные качественные документальные фильмы. Если Министерство обороны сочтет необходимым использовать эти материалы в рамках военно-политической подготовки в войсках, а также в работе военно-образовательных учреждений, то мы их с удовольствием представим. Уверен, они будут полезны. Уважаемые товарищи, в этом году мы отмечали 80-ю годовщину завершения работы Нюрнбергского военного трибунала на нацистскими преступниками. В соответствии с поручением президента России, одной из российских кинокомпаний, ведется работа над созданием художественного фильма, который называется «Нюрнберг». Проект реализуется под эгидой российского исторического общества. Съемочный цикл уже завершен и должен сказать, что в ходе работы в одном из павильонов Мосфильма была сооружена точная копия знаменитого зала 600 в Дворце правосудия Нюрнберга, где и проходил, собственно, этот процесс. Вы можете увидеть на экране, насколько точно кинематографистам удалось воссоздать историческую реальность. Знаю, что авторы фильма готовы безвозмездно передать этот зал в Министерство обороны России. И думаю, что по усмотрению Министерства, конечно, его можно было бы смонтировать в парке «Патриот» и использовать в историко-просветительской работе как с военнослужащими, так и с посетителями этого замечательного парка. Завершая свое выступление, я хотел бы поблагодарить вас, уважаемые товарищи, за приглашение принять участие в этой конференции и выразить уверенность в том, что у нашего сотрудничества очень большие перспективы. Спасибо.